Всем привет! Сегодня поговорим о редакторе звуковых файлов Audacity. Вот он так выглядит. Например, берем любой видеофайлик и перетаскиваем его вот сюда. Файл сохранить проект. Пишет, что не может. Хорошо. Возьмем еще раз. Откроем Audacity. Сохранить проект как? Сохраним на рабочем столе и назовем его тест. Вот появился сразу тест дата. Но это ничего. А теперь давайте вот сюда перенесем видеофайлик. Вот так все это дело выглядит. Сделаем, чтобы было побольше. Нажмем на лупу. Вот даже так возьмемте. Вот посмотрите. Значит, если я сейчас начну прослушивать. Вот идет какое-то шипение, да? Если я теперь вот так вот возьму создание, создать тишину, и сделаю вот так, то у меня, значит, этого дела уже не будет. И будет просто тишина. Дальше. Есть вот такой вариант. Вот этот вот участок. Вот мы сейчас его прослушаем. Все, как говорится, ненужное. Идем в эффекты. Подавление шума. Создать модель шума. Модель мы создали. Теперь я два раза кликаю, чтобы выделилось весь аудиофайл. Иду в эффекты. Снова подавление шума. Ну, теперь уже применить. И теперь на весь этот ролик это правило будет применено. Работает, конечно, далеко не во всех случаях. Именно удаляются похожие сегменты. Но, тем не менее, во многих участках уже с подобными шумами это будет убрано. Вот таким образом. А теперь еще что мы можем сделать? Эффекты. Можем, значит, удаление щелчков. Вот пусть он все то, что посчитает щелчками, это вот здесь похоже, возьмет и просто-напросто поудаляет. Вот таким вот образом производится, значит, редакция. А теперь я еще могу взять, допустим, вот этот участочек, снова его послушать. И, значит, просто могу на него наложить эффект тишины. Хоть уж он там не захотел удаляться. Вот эти вот участочки тоже довольно-таки похожие. Если их послушать, видите, значит, эффекты, подавление шума, создать модель шума. Выделяем все, эффекты, подавление шума и применить к подобным участкам. Конечно, это будет далеко не везде и не всегда соблюдаться. Но, тем не менее, вот таким вот образом, по частям, шаг за шагом, можно улучшить качество своего видеоролика, избавить его от ненужных щелчков и шумов. Ну, давайте дальше пойдем. Вот тут вот что-то подобное я видел. Ну, как оно будет слушаться? Программа для философии, по крайней мере. Ну, понятно. Так, я снова ленусь на начало. Значит, ну, здесь что? Опять-таки я могу или наложить эффект тишины, вот, создание тишины. Здесь могу тоже сделать тишину, потому что иногда бывает, ну, просто невозможно. И вот к другим участкам. Причем я могу поувеличивать все это дело. Значит, ну, допустим, здесь могу послушать. Ну, что, ну, создание тоже тишины. И вот таким вот образом, допустим, там шаг за шагом, значит, идти и подправлять свой ролик. Ну, допустим, перейдем к следующей части. Потому что вот у меня тут именно расстоялся небольшой дорогой. То есть где-то вот таким образом. Я показываю просто пример. Я показываю, что я люблю использовать шагу, где я не буду использовать пакет. Так, ну, это что-то, ну, в страхе используются, какие-то возможности лека. Ну, явно здесь вот так же можно послушать. Да? Ради бога. Создать, допустим, там тишину. Вот. То есть тут на глаз уже многие вещи видны, бывают бы сразу. Вот. Тут можно тишину создать. Итак, внимательным образом надо все участки пройти, просмотреть. Нет ли там где, что, чего. Когда все это дело будет сделано, значит, нужно будет сохранить проект. После сохранения проекта, значит, экспорт аудио. Здесь, значит, я хочу сохранить все это дело, но почему-то имя, он мне дает вот такое, а я хочу, чтобы было имечко мт3. И сохранением на рабочем столе сохранить. Ну, тут окей. И пошло сохранение. Есть такое дело. Закрываем, значит, аудиофайл. Вернее, Audacity. Вот, значит, сам этот аудиофайлик. Теперь идем в видеоредактор OpenShot. Добавляем туда изначальный файлик вот этот. и помещаем его вот сюда, на нижнюю линеечку. Теперь подгрузим файлик с рабочего стола. Рабочий стол. Вот, Test MP3. Добавить. И помещаем файлик вот сюда. Сейчас сделаем поменьше немножечко. Вот так. Сделаем вот так. Чтобы помещалось во весь экран. Здесь, значит, вот посмотрите, если я сейчас отключу здесь звук и включу проигрывание родного файлика. Всем привет! Сегодня поговорим об источниках развития программ для... Вот слышите, щелчки были, да? И щелчки были где-то вот на десятой секунде, да? Теперь, если я обратно уйду сюда, здесь уберу громкость, а здесь поставлю файлик MP3, то есть изображение будет идти с этого ролика, а звук пойдёт отсюда. И смотрим на десятой секунде, что будет. Всем привет! Сегодня поговорим об источниках программ для 74, по крайней мере. Видите, щелчков этих уже нет. И вот таким образом, значит, когда все части там необходимы у вас там отредактированы, подредактированы, вы, значит, допустим, ну, во-первых, проект нужно сохранить, ну, допустим, назовём его аудио, папка проекта, ой, да куда же, ну, давайте видео его и сделаем, сохраним. Значит, ну, как я и в предыдущем ролике рассказывал, что нагрузка на процессор идёт очень большая, и для того, чтобы избежать замораживания экрана, значит, нужно делать вот такую вещь. Открыть системный монитор, вот OpenShot правой кнопкой приоритет поставить на очень низкий. Вот он, видите, здесь стоит очень низкий. Дальше, значит, уже можете набрать и выпускать ваш видео, как говорится, ролик вот таким вот образом. значит, ну, ставите Blu-ray, качество ставите высокое, ну, здесь можете посмотреть, какие там видеокодики стоят, какие там параметры аудио, вот, и, значит, нажмёте на кнопочку экспортировать видео, закончить экспортировать видео, и всё у вас будет уже, как говорится, нормально и с улучшенным качеством звука. Я этим грешу, потому что иногда для меня важнее донести, скажем так, качество изображения, а не звука. Почему? Потому что порой важна бывает, скажем так, зрительная информация. Времени на редактирование аудио и видеороликов, значит, у меня порой не бывает. Поэтому я, так сказать, сильно-то прошу меня не винить, но все эти штучки, дрючки, значит, с аудиоредактором, я, как говорится, знаю, ну, и в крайнем случае могу ими пользоваться. А для тех, кто стремится, значит, выпускать ролики, чтобы еще и звук был очень хорошего качества, ну, могут пользоваться, значит, вот, теми, значит, моментами, которые я только что показал, так что всего вам доброго и до новых встреч.